примерно так давайте еще поговорим по поводу сайзов это та модель которую вообще используют линус то есть основной сайс это 3 4 то есть большинство текстур мы можем начинать с мелкого сайза там самые легкие например уходит текстура король 42 сюда классно вообще проставлять четверть потому что оппонент очень ну в общем все наши категории рук у нас по сути может быть три категории рук это value часть и вот например у нас здесь set королей или туз король из эффекта блокеров в общем наша value часть она здесь не против слопа поставить мелко у нас есть мерзжевая часть типа там две восьмерки либо четверка какая-то которая тоже не против ставить именно мелко и у тоже хочет ставить мелко и оппонент максимально оверфолдить будет именно там то есть ему по мдф формуле нужно 20 процентов там фолдить на четверть но условно опять же из-за того что диапазон рейзера сильнее чем диапазон коллера коллер вынужден по готова оверфолдить по сравнению с мдф формулу вот тем не менее оппонент будет всегда фолдить в общем больше двадцати процентов как правило на четверть пота вот это что он протаскивает более капнутый рейндж на терн для нас это тоже хорошо мы там можем эффективнее с ним играть плюс когда он по чекрейзит нам проще защититься против его более широкого рейнджа чекрейза и при более хороших поток в общем мелкий сайс это вообще им балансный сайс как правило в большинстве случаев так хорошо обсудили ну и соответственно четверть самые легкие текстуры и там в монотонные текстуры можно выбирать треть выбираем в большинство большинство под текстур теперь пол плата классный сайзинг который часто выбирается линусом например в связанные карты вот лежит три связанные карты на которых возможен стрит сюда мы уже начинаем с более низкой частотой проставлять при этом сайзинг повышаем при этом это может быть текстура которая супер сильно нам подходит например дома валит 10 да это супер наша текстура либо эта текстура которая подходит оппоненту и сюда все равно можно ставить со средней частотой за пол пот и так окей этому обсудили сайзинг пол плата и соответственно большой сайзинг который там три четверти либо под бет про это мы тоже поговорили как правило это на таких вот примерно текстурах на легких у нас будет сплит на два сайзинга широкий мерджевый мелкий сайз и полярный большой в который перейдут вот те категории рук которые мы обсуждали ну и также соответственно в эксплойт вы можете использовать любой сайзинг если вы хотите получать вы или вы можете жирно но это в той ситуации где вы как бы не переживайте о балансе когда вы например играете с фишами там вы можете как угодно в общем изгаляться и придумывать ту линию которую вам хочется использовать регистрируйся в покер-румах от нашего сайта и за активную игру получай на свой аккаунт пекарь стас поэнс который ты сможешь потратить у нас на сайте на индивидуальное обучение с тренерами и покупку видеокурсов а также рассчитывайся psp очками в нашем магазине широким ассортиментом покер софта и других полезных программ для покеристов пекарь стас поэнс это дополнительная вэлью для наших игроков подробности по ссылке пекарь стас точка ком слэш пи эспи